Микеланджело да Караваджо прорывается в искусство внезапно. К нему относишься как к природному явлению – водопаду или извергающемуся вулкану. Репин называл Караваджо-варвару – искусство, где кровь кипит, где сил избыток. Оно страшно, резко, беспощадно, реально. Его девиз – правда и впечатление. На рубеже XVI и XVII веков этот сутуловатый человек с большими недобрыми глазами на исхудалом, почти изможденным страстями лице мотается по всей Италии, как перекати в поле. Невероятной могла бы показаться на его губах улыбка. Улыбающимся он себя не рисовал. И в его полотнах вы почти не встретите улыбающихся людей. Его время – время краткого экономического подъема, а затем резкого упадка. Утверждение мелких раздробленных монархий, нищеты и безработицы. Вот свидетельство современника. Нынешнее состояние публичных дел можно лучше описать слезами, нежели чернил. Разгорается скрытая крестьянская война. И ярко пылают по всей Италии костры инквизиции. Возможно, что Караваджо был свидетелем, как в Риме сжигали Джордано Бруно. В это же время сажали на 27 лет в тюрьму философа Томазо Кампанелло. Караваджо явно увидел этот черный мрак, окутывающий землю и лица мучеников, посвященные светом костров. Попытался запечатлеть их на своих полотнах в образах святых и героев библейских легенд. Великим счастьем и бедой художника был его талант исполина, сделавший его первооткрывателем в живописи. Подобно гигантскому сверхпрочному мосту соединяет он искусство высокого возрождения и мощное утверждение реализма. Он не может писать, тщательно выделывая завитки, изображая идеальнейшие бесстрастные и холодные лица. Как злой демон пронесся Караваджо над сверкающей позолотой маньеризма, и впитав его отшлифованная долоска и поднятая до высочайших вершин биртуозности техническое мастерство, практически нанес ему смертельный удар. В противовес иллюзорной вещественности, которой увлекались маньеристы, он воспевает осязаемость материального мира. Его натюрморт «Корзина с фруктами» признан шедевром. Корзина стоит прямо перед нами. Слива в осенне. Прозрачной голубоватой желтизны виноград свешивается за ее плетеные края. Можно взять и унести грушу или червивое краснобокое яблоко. Листья уже покрылись ржавчиной убедания. На них капельки влаги. Плоды составляют единое целое. И в то же время каждая груша индивидуальная. Каждая зернышко винограда, как звездочка. Караваджо обращается к натуре, которую он пытался облечь в какие-то общие черты, придать ей единообразие, создать свой тип. Перед нами портрет гроссмейстера Мальтийского ордена Адольфа де Виньякура. Коварен, злобен, мстителем этот мелкий, тупоголовый властелин, одетый в сверкающие доспехи. Кто там, словно вопрошает он в темноту? Кто осмелится посыгнуть на мою власть, мошнув? Этим вопросом пронизано все его естество. В нем вся его жизненная программа. Это именно он произведет Караваджо в рыцаре Мальтийского ордена из любезности, а затем заточит в темницу. Караваджо был незнаком с божеством. Он знал крестьян и горожан, своих современников, и именно их делал главными действующими лицами своей живописной мистерии. Они назывались у него христами и апостолами, библейскими святыми, и оставались простыми итальянцами, простодушно умными и мудрыми. Картина «Неверие Фомы» изображает евангельский эпизод. Апостол Фома, узнав о воскрешении Христа, сказал, что сможет поверить этому только тогда, когда собственной рукой коснется его рамы. Христос явил ему такую возможность. Но взглянув на простое крестьянское лицо Фомы, сующего палец в рану, мы увидим лишь отражение сложной работы незатейливой мысли Фомы, а Христос абсолютно лишен орела святости. Его упрекают, что Мадонна Пилигрима, где он изобразил нищих, ценилось простолюдинами. Сильных мира сего и старейшин маниаризма коробят босые грубые крестьянские ноги, торчащие из холстов. Целая галерея сцен жизни простых людей, их горя, надежд, страданий, проходит перед нами. Потому заказчики монастырей отказываются от этих картин, заставляют мастера переписывать их дважды и трижды. Караваджо был гениальным новатором и понимал свое предназначение. Открыто говорил он о том, что художники-маньяристи не любили его, обвиняли в самонадеянности, что не мешало впоследствии иным из них стать его биографами. Читая их произведения, греешь мысли на листы, над лампы, и проступают подчас совсем другие строки, уже не лицемерные, не льстящие, но шелестящие змеиной злобой, с введением мелких счетов. Они пытаются навязать свою мысль. Вот каким грубым натуралистом был этот Караваджо, человеком за знайкой, которому все ни почем. Иные уже в наше время вторили им, называя Караваджо псевдореалистом. Это они писали. Насмешливый и гордый, он раздражался против всех художников прошедшего и настоящего времени, как бы знамениты они не были. Он не раздражался, он искал свое. Тревожное его время Караваджо запечатлел, как умел, а умел хорошо. И манера его письма – искусство погребного освещения, сверхмастерское владение святотенью, вырванным лучом света из тьмы лица, руки, фигуры, резко динамичны. Мастер передал драматизм жизненного напряжения импульсивно, вспыльчиво. И естественно, что его мучающие полотна рядом с прилизанной гладкостью даже самых совершенных мастеров манеризма выглядели ошеломляюще и создавали художнику порой скандальную славу. Его картины закрывали темно-зеленым сукном, чтобы зрители предварительно осмотрели остальные 120 картин выставки. На их фоне полотно Караваджо ярко выделялось и поражало. Чтобы с неистовством передать интенсивность света и тени, он писал в темной комнате, а из отверстия, прорубленного в потолке, падал луч света. Говорят, что иные свои полотна он писал с помощью наклонного зеркала, пытаясь лучше уловить трехмерность предмета. Фигуры в его картинах лаконичны, объемны, выпуклы, почти осязаемы. Впечатляет уверенность неожиданных ракурсов и пересечений, что дает каждому движению говорящий оттенок. Властимущим слава его казалась дурно пахнущей, потому что картины пользовались популярностью у простонародья. Ее объясняли отсутствием вкуса, но слава есть слава, и многие заботились иметь удовольствие от его караваджа кисти, и тем не менее травили. Вряд ли травля была организованной, скорее стихийной и тем более злой. Вспыльчивый, легко уязвимый караваджа оборонялся от злословия шпагой, обнажая ее в тавернах и на улицах. Любое обидное слово поднимало кулак караваджа в лицо обидчику. Он участвовал в дуэлях, а потом отсиживал в тюрьме или скрывался. Порой его избивали до неузнаваемости. И он, в конце концов, предался отчаянию. Когда в последний раз уже по ошибке, уловив сходство с каким-то пиратом, его арестовали, когда исчезло последнее имущество и судно, на котором он пробирался в Рим, художника сразила тяжелая лихорадка. Он, первый величайший представитель реалистического направления итальянской живописи XVII века, погиб как будто случайно. Но в то же время было в его гибели что-то роковое, словно мстительный мрак, который караваджа рассекал лучом света, сразил и его самого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова